То есть без шапки ходить можно? Абсолютно. И на холодном сидеть, да? В холодном сидеть. Ужас, сейчас такие советы вам дадим вообще. Боже, что мне пить? Что мне есть, доктор, помогите? А сейчас все побегут к терапевту, и терапевт нам потом скажет, а, вы что там сделали? То есть есть картошку с селедкой, такой живи до 100 лет. Мы не знаем, что такое норма. Сосиски не мясо, шпроты не рынем. Сделали в инвитро абсолютно все анализы, которые там были. Трансплантация фекальной микробиоты. Ты можешь быть донором. Горячая картошка. Чокнуться, да, за здоровье. Когда я только начала жить экологично, я поняла, людям очень сложно задумываться об экологичной жизни, потому что у них в целом очень узкий горизонт планирования. Они способны задумываться максимум на 5 лет вперед. А что будет через пару десятилетий? Да гори оно все синим пламенем. Как, в общем-то, мы видим, и происходит в Сибири или в Австралии. Тогда я решила, хочешь помочь людям жить экологично, помоги им сначала задуматься о будущем. Не знаю, как вам, а мне ужасно интересно, как будет выглядеть мир, скажем, в 2070 году. Будут ли на улицах ездить только беспилотники? Какая группа первая отправится колонизировать Марс? Осталось самое малость дожить до этого времени. Как это сделать? Об этом мы поговорим сегодня с моими гостями и экспертами, врачами и кандидатами медицинских наук из проекта ДОКФОЮ. В моем детстве была такая шутка-присказка, кукушка, кукушка, сколько мне лет жить осталось. Может ли сейчас современная медицина ответить на этот вопрос? И можете, например, вы оценить меня, сколько я, например, еще проживу? Реально ли это сделать? На этот вопрос однозначно не может на самом деле ответить никто, потому что старость это такое мультифокальное, скорее, такое многообразное понятие, которое складывается из многих терминов. И поэтому невозможно по одному человеку сказать, что старость его наступила, потому что надо его смотреть, рассматривать комплексно. Хорошо, вы про меня ничего не знаете, но наверняка хорошо знаете про себя и уж как врачи, точно и обследуйтесь по ряду параметров. Вот давайте, каждая про себя, расскажите мне, как вы считаете, до какого возраста вы доживете? Хотелось бы дожить до достаточно взрослого возраста, но с другой стороны хотелось сохранить именно качество жизни. Но у нас нету показателей, который бы назвал уровень здоровья. То есть уровень здоровья, это можно... У нас-то в России или вообще в мире? Вообще в мире. Нереально. Да, то есть нету такого сводного показателя, который бы оценивал, насколько вы здоровы сейчас. Современная эпидемиология может предсказать не то, до какого возраста мы сможем дожить, а может сказать тот процент, на который те или иные наши действия могут снизить риск смертности. Правильно ли я выразила свою мысль? Это не очень многообещающе. Ну почему? Вот допустим, если я тебе скажу, что ты можешь снизить свой риск общей смертности на 39%, это внушительный процент? Это внушительный, но это не дает мне четкий горизонт планирования. Почему нет до сих пор анализов на старость? Вот чтобы ты сдал серию проб, и тебе говорят, и получаешь потом выписки, вы там, или хотя бы ваш биологический возраст сейчас такой-то, или вы там доживете до стольких-то лет. Почему нет сейчас? Ну анализы, то есть если мы можем оперировать цифрами, это что-то такое кажется материальное, вещественное, чему можно доверять. Безусловно, ряд анализов нам подскажут на то, что с нашим здоровьем что-то не так, и в принципе уже можно отнести к вот то, что я говорила, возраст ассоциированным заболеваниям, что мы можем пощупать физически, то есть мы можем измерить силу мышц, мы можем биомпендансом эту мышцу измерить, сколько у нас их вообще в организме, мы можем провести когнитивные тесты, что это значит, то есть посмотреть, нет ли у нас снижения памяти, как мы реагируем, это тоже будет указывать на возраст мозга, который тоже... То есть если я плохо запоминаю имена, стоит ли мне опасаться, что вот этот неизбежный процесс уже начался? Есть такая вероятность. Медицина – это вообще такая наука, когда мы очень сильно должны наблюдать за пациентом, и, кстати, антивозрастная терапия, она основана и в европейских сейчас странах на том, что приходит человек к врачу, ему определяют определенные анализы, и не всегда это генетика. Уровень глюкозы, уровень холестерина, функция печени, плочек, и потом получается, этот врач в Европе наблюдает этого пациента и смотрит, какие изменения с этими анализами происходят. Вот самое интересное, что у нас это, у нас, в России, называется диспансеризацией. Диспансеризация позволяет сейчас в России выстроить вот эту систему контроля на популяционном уровне за большим количеством людей. Мы сможем отследить через 10-20 лет, что с нашей популяцией, как мы стареем, в чем особенность наша. Потому что, опять-таки, очень многие популяционные европейские исследования, они изучают, как стареют люди в Европе. Но мы-то не они. Мы-то не они. Всегда нужно смотреть именно, что в нашей стране с нашей особенностью, потому что, в том числе, на продолжительность жизни влияет даже то, как жили наши предки. И мы должны это учитывать. А у нас наша история, она отличается от европейских государств. Значит ли это, что мне стоит ходить все время к одному и тому же врачу, чтобы он видел меня в динамике? Безусловно. Ну, а если нет такой возможности, то есть, что делать, как это контролировать? То есть, один человек, я уверена, может сменить несколько поликлиник и так далее. Как уследить? В Москву, вот буквально позавчера пришла рассылка на почту, где каждому пациенту, сейчас зарегистрированному в Москве, дали доступ к его электронной карте. И все анализы, которые теперь мы будем сдавать в госклинике, они будут все на на мост.ру, и мы можем отслеживать все, то есть, вот он, единый контур цифровой, о котором мы говорим. То же самое к 2021 году будет подключено по всей России, и теперь не нужно будет думать о том, какой конкретно это доктор. Здесь есть свои плюсы и минусы, мы не обсуждаем сейчас наоблюдение у одного доктора, мы говорим о том, что цифровизация, хотим мы или нет, она пришла в нашу жизнь, и теперь мы точно будем видеть всю свою динамику по анализам, вне зависимости от того, хотим мы этого или нет, когда пришли в клинику. Я хожу в частные клиники, то есть, у меня нет даже полиса, я не зарегистрирована, я вообще не была никогда. Как мне попасть в эту цифровую, как мне попасть в эту цифровую систему? Вот прийти в госучреждение. И что, все анализы им принести? Все анализы теперь будут перенести с частных клиников. То есть, будут ли они вносить в базу с 2008 года? Это политический момент, на него сейчас очень сложно ответить. Ты можешь взять эти анализы, перенести, и врач их забьет как анамнистические данные. Не завидую такому врачу моей стопкой анализа. А что делать? Мне кажется, они должны предоставить в какой-то момент доступ в какой-то момент я думаю, что все частные клиники переведут, да, откроют доступ, но когда это будет, ну, как бы неизвестно, но почему не воспользоваться тем, что дает бесплатно наше государство, тем более с тем, что теперь будет доступ. Хорошо, если важно следить за анализами в динамике, тогда можно ли сказать, что есть какой-то определенный базовый список анализов, который можно сдавать и нужно сдавать и в какой, раз в какой период, не знаю, раз в полгода, раз в год, чтобы эту динамику отслеживать? То есть, можете ли вы прямо сказать, нужно вот это, вот это, вот это, и дать такой список? Может быть, он у вас уже есть, мы можем дать на него ссылку в конце видео? Ну, соответственно, сделаем, но, в общем-то, это стандартные анализы, это анализ глюкозы, анализ холестерина, да, как последующим показателем, который будет влиять на атеросклероз, который будет являться одним из критериев наступления старости, да, развития атеросклеротических бляшек. Соответственно, гормональный фон у женщин, гормональный фон у мужчин, включая тестостерон, ПСА, и глюкоза, как показатель, нет ли у нас нарушенной толерантности глюкозы или сахарного диабета. Все остальные, такие, достаточно дорогие анализы, они уже определяются врачом по мере надобности. Так как анализы отражают только какие-то биохимические состав, да, в нашей крови, все-таки есть еще показатели, да, другие критерии, например, как кардиологическое, это скорость пульсовой волны, которую возможно измерить, это будет указывать на то, какие у нас уже жесткие стенки, да, в артериях. Чем больше возраст, тем более жесткие стенки, и это тоже... Измерять мне никогда даже не приходилось это делать. Да на самом деле это все легко. Это вопрос к тому, что такое старость. Вот придет к нам молодая, красивая женщина, у которой вообще нету морщин, вот она пришла к нам, вот мы все изначально тут кардиологи, и мы бы Нико в жизни не подумали, да, что с ней, что ее внутреннее состояние уже изменено. При этом мы повесили ей монитор суточного измерения артериального давления, который таки определяет жесткость сосудов. Про холтер сейчас? Нет, это такой же монитор, но холтер измеряет частоту сердечных сокращений и нарушения ритма есть такой же прибор, который измеряет артериальное давление. Вот, и этот же прибор измеряет, позволяет измерить жесткость, и мы получаем, что у этой женщины уже изменены сосуды, пограничное артериальное давление, но внешне, она к нам пришла, мы никогда не скажем, никогда не ответим на твой первый вопрос, который ты нам задала. Можно ли по внешнему виду? Вот вы говорили о том, что молодой человек может на самом деле оказаться уже не очень молодым внутри, а бывает ли наоборот, что ты уже вот по тебе точно видно внешне, что ты уже вот тебе не 20, а внутри ты здоровый. Бывает. Как такое возможно? То есть это неэквивалентно внешнее старение и внутреннее? Неэквивалентно, потому что они развиваются по-разному, я думаю, сейчас Анастасия нам расскажет, да, про старение лица. Про внешнее. Про внешнее, да, но внешние признаки это как раз-таки появление морщин, да, то, чего боятся все женщины, наверное, и то, чего ждут мужчины с возрастом. Вот. Брутальности себе, наверное, не все, да. Но, тем не менее, конечно, внешние признаки это когда у нас стареет кожа, появляются морщины, появляются пигментные пятна, но при этом человек продолжает вести здоровый образ жизни, плюс хорошая генетика, и внутри у него идеальные анализы, то есть я видела таких людей, которые 80 лет продолжают бегать кроссы, у них идеальные анализы, и он говорит, доктор, мне ничего не болит. Что он не умрет еще 60 лет? А вот это вот вопрос такой очень дискутабельный, от чего человек умрет. Есть же такое модное направление, как теломеры, да, о которых знает и которые сейчас можно измерить. И вопрос такой, если мы сделаем этот анализ, то есть он указывает нам биологический возраст, да, то есть такое красивое новое направление, если мы делаем этот анализ, насколько это разумно. Но если есть деньги, то почему бы нет? Я бы себя однозначно сделала, посмотрела бы свой биологический возраст, но гарантирует ли мне это? Вот, то есть он скажет, ну, вы доживете там этот тест до 70. Доживу ли я до 70 или до 100 лет? Это уже такой вопрос. То есть вот этот тест может сказать... Биологический возраст. А, но только текущий. То есть ты все равно не можешь предугадать, сколько проживешь. Конечно, потому что смерть чаще всего наступает не от причин, что клетки... Ну, то есть, о чем этот анализ говорит, если вот в таком очень грубом приближении о том, что сколько клеток, еще раз поделится до своего окончательного, когда они скажут, больше я не могу делиться, больше я не живу. Да? То есть каждая клетка имеет свой срок, сколько она может поделиться. И, соответственно, но до этого возраста вообще, наверное, трудно сказать, кто-либо дожил, чтобы вот клетка отказалась дальше делиться. Потому что чаще всего умирают от таких болезней, которые, да, скорее, наши специальности. Это инсульты, инфаркты, неопластические процессы и, соответственно, какие-то там аварии, травмы и так далее. То есть мы умираем раньше, чем... Чем заканчивается срок наших клеток, однозначно. Ну, если человек, опять-таки, он с определенного возраста, с 30-40 лет, он перестал и бросил все свои привычки молодости, задумался над тем, что с ним будет 80 лет, это... Ну, я не знаю, какой процент в нашей стране людей в 30 лет задумываются над тем, что с ними будет 80. Он очень мал. Если он в 30 лет понял и начал вот эту цепочку строить, что с ним потом там будет хорошо, то риск того, что он умрет от ССЗ или от онкологии, он будет очень-очень мал. Вопрос. Если вот уже мы поняли, с 30-ти начать менять жизнь, не поздно. А с какого возраста поздно? Никогда не поздно. То есть даже, не знаю, вот если ты типа до 80 лет живешь, а в 75 начал спортом заниматься, не поздновато ли это? Ну, в 75 мы не рекомендуем заниматься спортом, там есть другое понятие, просто физическая активность. Понятно, что... Курить бросать в 75 лет поздно или нет? Не поздно. Не поздно? То есть никогда ничего не поздно. Если мы в, скажем так, в классических рекомендациях по профилактике сердечно-сосудистых тех же самых заболеваний говорим просто об уровне физической нагрузки, то сейчас есть тенденция во всем мире говорить о правильной физической нагрузке, что не любое движение на самом деле правильное и ценное для человека. 10 тысяч шагов в день, это... Ну, это маркетинговый ход. 10 тысяч шагов в день, да, когда мы говорим о человеке, который не двигается, ему нужна хоть какая-то физическая нагрузка. Если человек занимается, то важно, чтобы его сопровождал все-таки какой-то профессионал, который понимает всю биомеханику движения. То есть сейчас уже нет тенденции. Если раньше мы говорили о фитнесе, как создавание просто красивого рельефа тела, и мы накачивали отдельно ягодицы, отдельно кубики на прессе, то сейчас вся фитнес-индустрия говорит о велнесе и о функциональном тренинге, когда мы не столько тренируем анатомию и внешний вид тела, сколько мы тренируем функцию, чтобы оно правильно функционировало, двигалось, чтобы движение было правильное. А правильное движение – это залог здоровья опорно-двигательной системы. То есть тренеры в залах это не как раз маркетинговый ход, это действительно важно, чтобы рядом с тобой был специалист, чтобы ты себе не накачал то, что не нужно. То есть на тренера стоит потратиться. Есть такая гипотеза, что старение – это болезнь. И раз уж это болезнь, то, может быть, тогда хороший иммунитет поможет нам бороться с этой болезнью. Как вы к такой теории относитесь? Иммунитет – это вообще немножко не о старении. А, понятно. Не связанные вещи. Ну, соответственно, у здорового человека должен быть хороший иммунитет. Ну, то есть, как его тоже измерить, да? И это с возрастом действительно может быть больше склонность. Но это скорее о том, в каких мы условиях находимся и какие вирусы нас окружают. Потому что без… если нету вирусных агентов рядом и никто не болеет, то ты тоже не заболеешь. И это далеко уже доказано, что не про хождение без шапки и не про то, что, да, не одеваешься, еще что-то. То есть иммунитет, он совершенно не… То есть без шапки ходить можно? Абсолютно. Если рядом… И на холодном сидеть, да? На холодном сидеть. Ужас. Сейчас такие советы вам дадим вообще. Хорошо. А как вот быть с тем, что я, например, в прошлом году переболела только один раз, а потом пошла к врачу, и врач мне говорит, так это мало. Типа нормальный, здоровый человек должен там 2-3 раза в год болеть. Я-то думала, что у меня наоборот хороший иммунитет, раз я редко болею. Вот. А теперь я даже не знаю, что про это думать. Кто прав-то? На самом деле это хорошо, что человек не болеет. То есть это говорит о его нормальной иммунной системе. Что такое, когда мы заболеваем вирусными инфекциями. То есть агент попал, но наш организм начал с ним бороться и не всегда справился. И вот она вот такая клиническая картина, которая иногда требует вплоть до антибактериальной терапии, если запущена уже. С присоединением вторичной инфекции. Соответственно, о чем хотел доктор сказать, что чем чаще мы сталкиваемся с вирусами, тем напряженнее наш иммунитет. То есть мы так больше тренируем своей иммунной системе. Но о том, что человек болел один раз в год, это не говорит о том, что это плохо. Это говорит о том, что у него здоровый организм, который способен с окружающей средой справляться. Тогда продолжая тему иммунитета, вот готовясь к интервью, прочитала книгу про очаровательный кишечник. И там прямо в начале книги, что тоже значит кишечник, это две трети нашего иммунитета. Тоже согласны ли вы с этим? Потому что пишут про разный, то есть можно ли доверять этой теории и можно ли тоже тогда тренировать свой кишечник для иммунитета? И теории столько лет, больше, чем нам... Она потеряла свою актуальность? Нет, она наоборот приобрела, и стала еще более актуальной. Просто это совершенно не новая тема, об этом всегда говорили, об этом всегда знали, но современная диагностика позволила действительно это доказать и посмотреть под другим углом, но это больше. Маша же расскажет про эту тему. Ну, на самом деле, до конца-то мы не можем ее измерить, потому что все, что сейчас существует, нет доказательного теста, который бы рассказал, у кого хороший кишечник, у кого плохой кишечник, потому что мы до конца не знаем, самую главную вещь, мы не знаем, что такое норма. И поэтому измерить на данный момент, что вот такой анализ мы сдали, и вот у нас хорошая микрофлора не представляется возможным. Безусловно, это будет, безусловно, за этим будущее, но на главный вопрос, на который надо будет ответить, что такое норма. Хорошо, если мы не знаем, что такое норма, тогда... Именно в плане кишечника. Да, я понимаю, в плане кишечника, значит, тоже прочитала про такой новый метод, его применяют из того, что я нашла в России, только в Новосибирске, и то там пока сейчас в этой клинике приостановлено, написано у них на сайте, что в связи с изменениями законодательства. В общем, есть такая штука, называется трансплантация фекальные микробиоты. Как можно трансплантировать что-то, если ты не понимаешь, к чему ты... Ну, то есть, что считать хорошие микробиоты, к чему идти вообще? На самом деле, этот метод тоже достаточно старинный. И его... Подпольный, что ли? Почему про него не было слышно? О, про него было слышно, просто сейчас его пытаются раскручивать немножко в другом направлении, да, точнее, в снижении веса. Потому что, я не говорю о том, что мы совсем не знаем про кишечник, да, то есть, мы четко знаем, что у людей с ожирением повышаются вот такие, вот, например, фермикуты. И этот метод изначально применялся при лечении таких болезней, как неспецифический язвенный колит, и были доказаны хорошие результаты. Этот метод будет иметь место. Я думаю, что будут его опробовать, и в том числе на разных болезнях. Смотрите, мы видим, что это вот здоровый человек, а вот это, например, больной. То есть, из чего будут исходить? Например, больному с ожирением пересадят, ну, вот, фекальная трансплантация от худенького человека. Действительно, есть такие данные. И, насколько я знаю, они возобновили опять свои работы. Поэтому, я думаю, что в ближайшее время мы получим результаты, и это активно обсуждается на нутрициологических конференциях. Ничего себе! То есть, это прямо актуальная тема, да? Да, кардиологически, да, это обсуждается. И может быть донором. Да, я как раз хотела пошутить, что, кажется, это единственное донорство, в котором я могу поучаствовать, потому что кровь мне нельзя сдавать из-за зрения, и так далее. Генетические исследования это все фуфло? Нет. Нет. Стоит в это вкладываться? Или нет? Потому что стоит Вкладывается обычному человеку. Обычному, наверное. С какой целью? Не имеет смысла, потому что мы не знаем... А с какой целью иметь? Сейчас расскажу. Мы не знаем, что с этим делать. Но, вот у меня, допустим, была диссертационная работа, я как раз-таки изучала генетические заболевания. И вот если в семье уже доказано, есть генетическое заболевание какое-то наследственное, серьезное, которое может приводить к инвалидизации, к внезапной сердечной смерти, тогда у нас даже в клинических рекомендациях, отечественных, международных, показано, что такому пациенту нужно проводить генетическое тестирование. Но это все говорит врач. Генетику должен тоже назначать врач. И интерпретировать тоже врач. Поэтому, если терапевт говорит вам, что не надо это делать, то, наверное, все-таки стоит задуматься и потратить эти деньги на что-то другое. То есть, обеспечить себе возможность заниматься фитнесом или подумать, сделать себе более качественный фильтр воды поставить, либо съездить лишний раз на море и нормализовать свой уровень витамина Д. У меня просто был случай в жизни такой один с моими близкими знакомыми, которые сделали в инвитро абсолютно все анализы, которые там были. Вот все. Все. И положили мне на стол папку и сказали, вот тут есть отклонение. Я говорю, ну, без клиники я не могу сказать, что это значит. Ну, то есть, они выписали все, что было помечено красным. Красным. А без клиники это что значит? Ну, это значит, если человек не жалуется, я не могу сказать, это играет для него сейчас роль или нет. И поэтому нельзя никогда обследовать человека полностью вот так вот. Давайте сделаем МРТ всего организма, сдадим все анализы. То есть, без симптома не имеет смысла. По большому счету, только ряд болезней, которых мы, вот, скрининги, да, таких серьезных, как там, онкология, атеросклероз, онкология, ну, молочных желез, то, что сейчас прогрессирует. Это да. А все остальное сделаем на всякий случай, найдем какой-нибудь, например, узел где-нибудь. И человек живет в голове с ощущением, что, ну, это врач знает, что это ничего страшного, а человек ходит каждый день с ощущением, что у меня на почке какой-то узел. Зачем? Сейчас идет такая гипердиагностика всего из-за того, что пациенты любят сами себе назначать анализы, сами назначать все в инвитере, сами назначать МРТ, и с этими, по сути дела, случайными находками, которые не имеют клиники, не имеют, как бы, ну, просто случайная находка. И они приходят к врачу и говорят, вот, я болен, он поставил себе сам диагноз остеохондроза позвоночника. То есть, я так понимаю, что результаты анализов это не симптом? Нет. И вообще на это можно не обращать. Это не болезнь. Любой, наверное, наш коллега скажет, что надо лечить не анализ за больного. А сейчас все побегут к терапевту, и терапевт нам потом скажет, а, вы что там сделали? Не нужно бежать и ждать, что терапевт решит делать генетический тест или нет. Очень важно прийти к терапевту. Терапевт поговорит с вами и поймет, к какому дальше специалисту, в отличие от ваших жалоб и анамнеза, ваших и ваших родственников, направит вас к более узкому специалисту, и только более узкий специалист должен решить, нужно ли вам проводить, есть ли у вас какое-то подозрение на генетическое заболевание или нет. Но в любом случае такой анализ, он будет самым конечным в цепочке диагностики. Прежде чем сделать какой-то очень дорогой анализ, сейчас современный врач применяет сначала эффективные, недорогие инструментальные методы исследования, мы действительно тогда определяем, есть какое-то заболевание или нет, и после этого уже генетика может помочь ответить на какой-то более узкий вопрос. И все. То есть, на мой взгляд, место генетики сейчас именно в повседневной жизни заключается в этом. не говоря уже о каких-то более частных случаях, это отдельно. Я не помню, чтобы со мной терапевт очень долго разговаривал. Какой он вывод обо мне вообще может сделать? За 12 минут врач очень может многое понять. Хороший. Хороший, да. Значит, если ищете хорошего терапевта, следите за тем, чтобы он много с вами разговаривал и хорошо вас расспрашивал, чтобы провел хорошую диагностику. Да, это вообще один из самых верных признаков. вообще у нас даже раньше же врачи, которые нас учили, говорили о том, что поговорив с пациентом, пациенту уже должно быть от этого легче. Поэтому разговор это очень-очень важный. И пренебрегают сейчас все, говорят, доктор, вы дайте мне вот этот, вот этот, вот этот анализ, а я потом уже к вам приду, и вы мне все скажете. Ну, очень много в терапии тех заболеваний, когда мы заболевания ставим диагноз исходя только из разговора, а дальше уже методы диагностики нам только подтверждают наши, ну вот, как они, помогите. Подгадки, подозрения. Наши диагнозы, правильно мы их поставили или нет. Все, вот так вот. Возвращаясь к теме кишечника и питания, можете ли вы посоветовать какие-то там топ-5 блюд, которые надо, или продуктов, которые надо есть и не надо есть, вообще что-то порекомендовать. Есть ли какая-то еда для долголетия? Там, не знаю, вот авокадо сейчас все очень любят, очень популярные. Авокадо, он как в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, но на самом деле, если возвращаться к теме теломеров, да, то показали, что удлиняет их, укорачивает, да, в том числе удлиняет это хороший там сон, физическая нагрузка и определенные виды еды. Это что у нас? Это у нас полинонасыщенные омега-3 кислоты, это рыбий жирный, ну, это жирный, Если мы в продукты переводим, что это? Это жирная рыба. Это что к жирной относится? Селедка, в первую очередь, которая у нас распространена. То есть есть картошку с селедкой такой же вид до 100 лет? Да. Да? А мы так рекомендуем пациентам. Знаешь, какие у нас счастливые пациенты? А что еще кроме селедки мне даже интересно? Лосось, соответственно, любая семга, форель, но морская, не речная, потому что в речной будет содержаться только... А вот тилапию я покупаю, деньги на ветер, да? Понятно. Понятно. А вот белая рыба еще хорошая? Хорошая. То есть любая... Треска. Треска хорошая. Она же не жирная. Там внутри содержится... С омегой-3 очень такая интересная история. Почему она не во всей рыбе содержится? Это определенные виды рачков, которые кушает рыба, и она тогда накапливает от омега-3. И вот где эти рачки водятся и водорослевые, то есть там, соответственно, она накапливает просто омега-3. Если мы покупаем форель даже в любом хозяйстве, но ее не кормят, вот этим ее просто нету в этой рыбке. Поэтому селедку, например, очень трудно ну, как это сказать, подделать. Поэтому вырастить. 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 Поэтому омега-3 в селедке содержится всегда. А скумбрия? Скумбрия тоже. Слава богу. Так, что еще? А какая-нибудь горбуша? Вот попроще. А то мы с вами замахнулись. Вот я купила кусок филе чего-то там лосося. 900 рублей. Я уверена, что не каждый себе может позволить. Давайте из чего-нибудь более простого. Скорее, нет. Понятно. Минтай. Минтай, да. Минтай, да. А шпроты? Вот всякие. Ну, шпроты я бы вообще не рекомендовала. Шпроты не рыба, понятно. Нет, дело не в этом. Это в том, что мы вернемся к укорочению теломеров. Да, у нас соответственно удлиняет омега-3. Фолиевая кислота, да, фалаты. То есть это что? Где содержится? В шпинате, в зелени, в бобовых. То есть что-то... Ну, возвращаемся к одной, наверное, самой такой диете, которая удлиняет жизнь. Это среднеземноморская, которая состоит из редкого потребления мяса. Да, то есть ежедневно красное мясо не полезно. Вот. Много зерновых, цельнозерновых, много зелени, в том числе шпинат и много бобовых. Вот оно, собственно говоря, все, что будет влиять на наше долголетие. Ну, и рассвертрол, который содержится в бокале красного вина, как кардиологи мы рекомендуем не более одной порции в день. То есть полстакана красного сухого, хорошего вина, который сделан из хорошего красного винограда. Вы должны так поднять, есть, смоткаться за здоровье. Соответственно, пойдет на пользу любому. И что укорачивает, это все, где содержится трансжижит. То есть любые полуфибрикаты, мясные консервы, рыбные консервы, выпечка, недомашняя, где маргарин, это все будет укорачивать. Рационка магазинная тоже. Сахар. Сахар. Да, то есть сахар тоже надо. Это все напрямую влияет вот на этот теломер и его укорачивает. Ужас, а вот у меня там стоит заменитель сахара, он как вообще? Стоит его или нет? Нет? Этот нет. А какой стоит? Боже, что мне пить? Что мне есть? Доктор, помогите! То есть если мы едим рацион на 70%, который состоит из хорошей еды, так называемой, полезной, то можно и чипсы съесть. Да. То есть один процент вкусняшек, он в любом рационе подразумевается и не причинит большого вреда. Успокоили. Вопрос такой, значит, есть еще тоже теория вечной молодости, это про низкокалорийную диету. Действительно имеет смысл ограничивать количество калорий, причем радикально, там, я не знаю, до 1000-1200. Кто должен за этим следить? то есть есть ли специалист, к которому можно обратиться, вообще как это проводить? То есть насколько это общепринятый метод? Ну, эта теория пошла от японца, но они проводили его только на мышках. Вот, и поэтому аутофаген, да, аутофаген. Ну, это сейчас скандал, на ассамблее. Интересная история. Когда он пришел, ему анонсировали о том, что сейчас вот он будет рассказывать про интервальное голодание, весь зал собрался спросить, значит, какой же этот интервал, чтобы голодать? А он сказал, аутофаген делал? Да. И больших работ на люди на самом деле нету, но насчет голодания, если раньше все диетологи говорили, нет, 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 это очень плохо, надо просто разнообразное питание, то на самом деле сейчас появляются работы, в которых показано положительное влияние и на лишний вес, и так далее. но однозначно вот так вот работ, как вот с этими мышами, на людях не проводили, поэтому это скорее маркетинговый ход. Вопрос про мышей, не знаю, насколько вы сможете ответить, значит, я прочитала, что вот мы все тестируем на мышах, но на самом деле только 3% того, что хорошо протестировалось на мышах, потом можно хорошо также перенести на человека. Вопрос, есть ли такая низкая эффективность всех этих экспериментов, почему мы все еще тестируем на мышах, неужели нет более хотя бы там, не знаю, по принципу Паретта, что ты 80% удачных экспериментов можешь перенести на человека? Ой, я могу ответить по поводу клинических исследований. По поводу, то есть, когда мы начинаем исследовать какое-то лекарство, какое-то, мы знаем патогенез какой-то болезни, то, как и почему она развивается, и мы находим рецептор какой-нибудь, на какой-нибудь клетке, к которому мы хотим придумать лекарство, и уже, наверное, около 5% молекул, которые изобретаются, реально идут в эксперимент, дальше, проходит вот первый-первый этап исследований, создаются молекулы, из них создаются лекарства, чтобы потом быть протестированы именно на мышках, то есть, я хочу отбросить нас на шаг назад, то есть, фармкомпании вкладывают большие деньги в исследования изобретения каких-то молекул, из которых очень-очень маленький процент будет допущен до следующего этапа клинических исследований, то есть на мышках, на биологической модели. происходит. Это какой-то их коммерческий интерес или это единственное пока что реально существо, которое можно проверить? Дешевый материал, быстро размножающийся материал. Мало живет, что важно, можно проследить цикл быстро. Это такой этический, да, мы вот затрагиваем вопрос, такой... Сейчас тестирование на животных. Тестирование на животных, да. Не то плохого и хорошего, понимаете, а вот... Это один из этапов просто, да, простите, что перебиваю, один из этапов, потому что потом эти же молекулы, которые прошли исследование на мышках, они идут в следующие-следующие этапы исследований и очень нескоро, да, и от мышек еще только там 5% доходит до исследования на человеке. То есть это на самом деле разработка исследования нового лекарства это настолько длительная цепочка, что да, что когда мы говорим почему мышки, ну давайте возьмем кошек, но цепочка будет тоже длинная. А если сразу на человеке, то не гуманно. А кто согласится? А как? А кто согласится сразу на себе испытать препараты, действия которого мы не знаем. Поэтому чаще всего как раз все нововведения начинаются уже с тяжелобольными людьми, которые, вот для них может быть эта возможность выиграть что-то, то есть уже не так страшно потерять. на здоровых добровольцах. На здоровых добровольцах все-таки не на больных? Нет. До этого этапа еще надо дойти. Сначала доказывает безопасность лекарства на здоровых добровольцах, а потом уже доказывают его эффективность, подбирают дозы, и только уже после этого, там последний этап клинического исследования, когда слепую дают больным и проверяют с плацебо, насколько эффект значимый по сравнению с плацебо. И это очень длительный такой... Ну, и мало людей, которые на самом деле согласятся себе вести препарат, который не опробован ни на одной биологической модели. Ну, это... Я думаю, что это просто неэтично по отношению к человеку, к людям. Да, но это такой, получается, парадокс. Ну, хотя противники вообще тестирования на животных, это больше, наверное, касается косметики, бытовой химии, но получается, что как бы применительно косметики, бытовой химии, вроде бы мы такие, типа, согласились неэтично на животных тестировать, но при этом медицинские препараты получается, наоборот, неэтично тестировать на людях. Ну, просто я не представляю, честно, эту группу людей, которые на это согласятся. Ну, вот. Если там из 100 молекул до тестирования на животных доходит 5, из этих 5% только 5% доходит до людей, то есть мы говорим о том, что 95% лекарств отметается на этапе исследования на мышках, потому что показывали как минимум свою токсичность или неэффективность, или побочные эффекты. То есть сколько бы людей полегло, если бы мы тестировали, минуя металл. Ну, я сейчас говорю приблизительные цифры, потому что я не знаю их точно, но логика такая, что я не думаю, что мы в ближайшие десятилетия обойдемся без экспериментов таких на животных, без тестирования. А выбираем те модели, которые, я еще раз говорю, которые будут дешевые, быстро отделяющиеся. Потому что нам надо потомство еще отследить влияние, потому что очень большое количество препаратов было снято из-за того, что они влияли. Ну да, вот этот американский, да, когда такая большая была, наверное, самая, когда ввели вот это вот все, история, когда дети, да, сколько детей, тысяч родились с ножками в виде ласта. Это было влияние препарата, которое никак не отследить было в тот момент. То есть они протестировали на людях, а за родыши все родились с ножками ластами. Поэтому в этом, когда об этом говоришь, что я тоже жду животных и их, безусловно, люблю, но выбирая между, наверное, человечеством и животными, человек будет склоняться к себе. Вот как есть вот эта сейчас книжка «Сапиенс», да, где основная идея идет о том, что самый страшный, ну, самый страшный животный – это человек, который, куда он приходил, там, в общем-то, заканчивались даже мамонты. Вопрос про БАДы. Вы вот перед началом съемки меня попросили, так, типа, вот эти все таблеточки, сейчас уберем. Вообще, насколько имеет смысл принимать БАДы, даже по назначению врача, то есть насколько они работают? Вообще, вот этот культ iHerb, который есть, и я как тоже культивист, видимо, получается, тоже подсаживаюсь, не переоценены ли БАДы, и стоит ли их заказывать, принимать и вообще что учитывать? Это такая горячая тема, тоже провокационная. Горячая картошка, как пирожки. Вот, потому что сейчас в Инстаграме, да, особенно в социальных сетях, поделились на два лагеря, которые либо за БАДы, которые назначается огромное количество, либо вообще их отрицают. Мне свойственно, ну, как бы люди забывают, а что такое вообще БАД? Да, БАД – это биологическая активная добавка, добавка, которая в себя включает в том числе и, например, прием нутрицептиков, то есть тяжелый больной, если лежит в реанимации, и ему дают питание – это БАД. Да, то есть если человек по каким-то причинам недоедает чего-то или недополучает со своей едой, то ему совершенно целесообразно назначить это БАД. Другой есть перекос, когда люди отказывают себе в еде по каким-то причинам, да, вот во всей, это нельзя, это нельзя, и начинают банками пить тоннами. Это тоже неправильно. То есть БАДы нельзя отрицать, они, безусловно, нужны, но они нужны по показаниям. То есть если приходит человек, который по каким-то причинам не доедает какие-то продукты поэтическим или еще что-то, например, отказывается от мяса и так далее, то он, безусловно, нуждается в приеме биологически активных добавок. Но если человек живет в регионе, где есть разнообразное питание, где это разнообразное питание может получить из всего, что он ест, ну, сейчас известно, что многие продукты пустые, да, то есть в нем содержится мало микроэлементов и так далее, то, опять же, есть категория людей, которые нуждаются. Беременная, кормящая, растущие организмы, после болезней, спортсмены, которые в любом случае не возместят это все с помощью еды. Если есть возможность возместить все с помощью еды, лучше все микроэлементы получать из еды. Это полезнее, лучшее и так далее. Как узнать, получаешь ты это через еду или нет? То есть это опять тебе сдавать список анализов, чтобы это определить? Ну, это вернемся к осмотру, да, у врача. И даже сухость кожных покровов, которые видит врач, ему уже что-то подскажет. То есть... Да, это такой вопрос, опять-таки, что нужно дойти до врача. И надо терапевты. Я представляю, прямо наплыв сейчас каждый, запишется к терапевту, скажет, поговорите со мной 12 минут, скажите мне сдавать ли генетический тест, проверьте мои кожные покровы, в общем, там, динамичность суставов и так далее. Но вообще это здорово, и тогда, то есть, это будет человек, он разумный, если он так сделает, нежели он пойдет в Инстаграм, и какой-то блогер без медицинского образования будет советовать тот или иной бат, у которого есть, простите, противопоказания. Да, то есть, ну, не всем все полезно. Поэтому все любые медицинские манипуляции нужно совершать совместно со своим врачом. Ну, насчет Айхер, я, например, не имею ничего против этого сайта. Почему нет? Там, в общем-то, половина есть биологически активных добавок, которые продаются в наших аптеках. Поэтому я против Айхер, не имею конкретно ничего. Ну, я тоже. Но просто нужно по показаниям. У меня такой вопрос. Я всегда, значит, вспоминаю свою бабушку, которая все еще жива. Она с 36-го года рождения. И при этом она и военные времена застала, где ей питание было не очень. И, в принципе, она никогда не была спортсменкой. И, тем не менее, она живет там дольше, ну, вот, как это назвать, среднестатистического. Вопрос, почему такое происходит? То есть мы сейчас говорили о роли спорта, здорового питания и так далее. Может быть, это все-таки преувеличено? Может быть, это неважно? Во-первых, если мы посмотрим двигательную активность тех людей и сколько мы сейчас двигаемся, они двигались однозначно больше. У меня бабушка тоже примерно такого же года рождения. И прошла войну, ей 94 года. И, в общем-то, она прошла и до Берлина, и сколько, как они говорят, две смены они стирали, потом она косила в полях. И я думаю, что ее физическая нагрузка поболее моей сейчас. И очень много люди ходили пешком до работы или на автобусе, или еще что-то. Как много сейчас людей пересели на машины и так далее. То есть двигательная активность стремится к нулю, чтобы хоть как-то себя разнообразить. Приходится там ставить часы, ходить 10 тысяч шагов, чтобы посмотреть, мы вообще выполняем хоть какое-то. А для них это было естественно. Во-вторых, если посмотреть на их рацион, вот я даже задаю вопрос маме, как часто они ели торты, например. Мама отвечает, что по праздникам. То есть максимум сладкого, что они ели, это какие-то ледяшки, конфеты и так далее. Сейчас в доступности мы переедаем однозначно. Переедаем транжирами в основном и быстрыми углеводами. То есть все, что на ходу, быстро и так далее. То есть очень мало людей... Дешево, дешево, очень мало людей ест три раза в день. То есть если человек ест три раза в день, и там небольшой перекус яблок, он никогда не потолстеет на самом деле. Вот. Соответственно, у них разное было питание, более качественное, качественные продукты, и они не как... Ну, меньше... Вот если спросить, что они ели, да, там это были какие-то макароны, картошка, все там котлеты жареные, да, если вообще жареные, сколько они тогда могли мяса. То есть у них было качественное питание, и колораж был намного меньше. Ну, и те, кто прошел войну, вот оно, в общем-то, интервальное голодание, которое было в ходу. Это однозначно, да. То есть тоже красное мясо, которое мы сейчас можем потреблять каждый день. Если спросить, особенно если люди были в деревнях, ну, сколько они их ели, тоже мясо по праздникам было. То есть рацион их состоял из хлеба, который они пекли сами, цельнозерновой, там репа, картошка, еще что-то. И... Ну, и колбаса. Не колбаса, однозначно. А у нас каждый день как праздник сейчас. Пошел в магазин, но у тебя все есть. И торт. И можно в любой день. Да, и пирожное. И... А раньше? В теории, как себя порадовать, да? А я так, честно говоря, надеялась, что вдруг вот моя бабушка как раз с какими-нибудь генами долгожителей, я как ее наследница унаследовала, и тоже у меня есть надежда. Это, безусловно, имеет место быть. Да, генетику никто не исключал, безусловно, конечно.